Девушки отдыхают Если есть такое желание, то по старой памяти, конечно, можете что-нибудь написать и влепить палец. Но по личному опыту могу сказать, что если оно как-то и влияет, то очень и очень слабо. Ну а сегодня я покажу вам 10 крутых аддонов, найденных в мастерской Гаррис Мода. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Температуре и Half-Life это практически никак не связанные вещи. Движок Source хоть и позволяет творить невероятные штуки, но кроме огня, вызванного взрывом граната или канистры, вы больше ничего и не увидите. Как гласит описание, темп и чемод добавляет в вашей игре больше реализма в температуре. Теперь вы можете замораживать, либо же наоборот раскалять объекты до невероятных температур. Делается все это при помощи инструментов и энтити, идущих в комплекте с этой модификацией. Для заморозки перетащите ползунок влево, а для повышения температуры вправо. Работает этот мод лишь со всякими пропами. Ни на энтити, ни на NPC его действие не распространяется. При повышении температуры у металлических пропов будет меняться цвет. При максимальной температуре они раскаляются до такой степени, что у них аж появляется свечение. Пропы, сделанные из других материалов, будут просто превращаться в темные угольки. Подходить к раскаленным объектам не рекомендуется, иначе ваш персонаж загорится и погибнет. То же самое, кстати, происходит и с NPC. Температура металлических объектов переходит и на другие пропы. К примеру, пододвинув к раскаленной ванной и ванной комнатной температуры, вы получите две раскаленные ванны. Разогревать и охлаждать можно как при помощи инструмента, так и при помощи энтити. В комплекте также идет термометр, позволяющий вам в реальном времени мониторить температуру объекта. Of Gamebox. Play mini-games in gmod. Вообще, сейчас речь пойдет не об одном аддоне, а сразу о двух. Просто они работают в связке, добавляя новые возможности. Of Gamebox добавляет в Garry's Mod самую настоящую игровую приставку, позволяющую играть в различные HTML игры. Вы можете запустить змейку, сыграть динозаврика из хрома, либо же вообще устроить резню в классическом думе. И да, здесь есть даже и такое. На самом деле, функций у этого проигрывателя целая куча. Начиная всякими блокнотами, калькуляторами, заметками и заканчивая просмотрами всяких ютубов. Чтобы все это дело работало, вы должны перевести свой Garry's Mod на эту бета-версию. Для того, чтобы открыть это окно, нажмите на Garry's Mod правой кнопкой мыши и выберите свойства. Чтобы открыть окно Gamebox, зажмите английскую клавишу C и нажмите левой кнопкой мыши на его иконку. Игры разделяются на две категории. Локальная и онлайн. Локальные уже вшиты в этот аддон и не требуют никакого интернет-подключения. Аут онлайн работает только с интернетом и загружаются чуть дольше. Если вы помните, вначале я сказал, что мы затронем сразу два аддона. Так вот, Off Game Screen позволяет выводить ваши игры на отдельный экран, который будут видеть все игроки на сервере. Для того, чтобы вывести нужную вам игру на экран, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Play on Screen. После этого заспауните энтити телевизор, идущий в комплекте с этим аддоном и спокойно играйте в свое удовольствие. По идее, Gamebox должен поддерживать всякие Яндекс и Дискорд игры. Но у меня при их запуске просто идет бесконечная загрузка. Если возникнут какие-то трудности, то ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на странице этого аддона. G-Cards Turbocharged Наверняка, если уж вы не играли, то как минимум знакомы со знаменитым Mario Kart. G-Cards это, если так можно выразиться, порт этого самого Mario Kart, работающий на любой карте с любым количеством игроков. Вообще, конечно, после всех этих скандалов с Nintendo, я уже даже не знаю, доживет ли этот мод до выхода этого видео. Будем надеяться, что баны обойдут его стороной. G-Cards это система транспортных средств, которая объединяет и адаптирует несколько ракадно-гоночных элементов в Гаррис моде. Вы можете как просто кататься и угорать со своими друзьями, так и устраивать гонки. G-Cards включает в себя систему предметов из Mario Kart, систему дрифта и бусты, кастомизацию и кучу всего другого. С управлениями консольными командами можно ознакомиться на странице этого мода. Для гонок можно использовать абсолютно любые карты. Но лучше всего для этого, конечно, подходят карты из Mario Kart или их аналоги. Если вас не устраивает скорость или моделика вашего карты, то откройте мне успавно и перейдите в раздел с опциями. В разделе Card Settings можно устраивать всё, что вам нужно. Всякие предметы и усиления нужно расставлять перед гонкой. Для этого зайдите в раздел Entity и заспауньте нужные вам предметы. Мод вроде как всё ещё допиливается. И если Nintendo его не забанит, то получится настоящая бомба. Crash Bandicoot Sweat Crash Bandicoot был одной из моих первых игр на первой соньке. Да и вообще, если так подумать, то это по сути мой самый первый 3D платформер, после которой я уже познакомился со всякими спайрами и прочими аналогами. Мне почему-то казалось, что про Crash уже все забыли, никаких аддонов по нему уходить уже точно не будет. Но как оказалось, я очень сильно ошибался. Благодаря этому моду вы сможете сыграть за Crash'а, атакуя врагов и укорованной вертушкой, попутно собирая вампы фрукты. На данный момент в нашем распоряжении лишь бета-версия. В планах добавить до разрушаемой ящики систему жизни из оригинала маску АКУ АКУ, дающую неуязвимость и подкат. Если всё это будет реализовано, то аддоны правда заслуживают внимания. Сейчас же функционал оставляет желать лучшего. Для того, чтобы стать Crash'а, вам нужно зайти в раздел с оружием, перейти во вкладку Азер и выбрать Crash'фистс. Но перед этим не забудьте сменить свою модельку на модельку Crash'а, иначе у вас всё забагует, поломается и не будет работать. Вампы фрукты же находятся в разделе с Энтити. Как вариант, можно создавать свои полосы препятствий и проходить их в обличии Crash'а. Супер Лиминал Свэпс В 2020 году релизовалась игрушка под названием Супер Лиминал. В ней вам нужно было сбежать из сюрреалистического мира снов, решая невозможные загадки при помощи перспективы. К примеру, взяв в руки какой-то объект, подняв фону до головы и затем отпустив, вы увеличите его размер. Если камеру с объектом опустить, то он наоборот уменьшится. Супер Лиминал Свэпс переносит эту механику в Гаррис Мод. Вы можете увеличивать, уменьшать или даже дюпать любые пропы. Увеличить, к примеру, те же NPC у вас не получится. Мод работает лишь с пропами. В мастерской, в общем-то, и так навалом всяких инструментов, способных увеличивать размеры объектов. Супер Лиминал тут уступает скорее в роли необычной альтернативы в работающей механике перспектив. Мод добавляет два инструмента. Супер Лиминал Граб и Супер Лиминал Дюп. Первый позволяет уменьшать и увеличивать объекты. А дюп, как, наверное, уже понятно по названию, их дюпает. Аддон рекомендует использовать на картах со всякими помещениями. На них он работает лучше всего. Супер Спаммабл Спрейс. Все эти аддоны, болящие всякие новой механики, конечно, хороши. Но в мастерской есть и менее масштабные, но не менее интересные моды. К примеру, Супер Спаммабл Спрейс. Наверняка все уже знают о имеющемся в Гаррис-моде встроенном спрее. Можно рисовать как стандартные картинки, так и свои собственные, и даже гифки. Функция бесспорно прикольная. Да только рисовать эти самые граффити можно лишь на стенах, потолках и полу. Нанести смешную картинку, к примеру, на тот же проб у вас, увы, не получится. Благодаря Супер Спаммабл Спрейс вы сможете наносить свои спреи практически на что угодно. Машины, столы, стулья, да даже NPC теперь уступает в роли чистого холста для ваших шедевров. Спрей накладывается не всегда корректно. Но это связано с тем, что объекты и NPC это все-таки небольшие ровные стены, а объекты со своими изъянами. Странно, что такой возможности не было изначально. Еще во времена Counter-Strike Source я задалась вопросом, почему спреи не наносятся на всякие столы и стулья. Благо теперь эта проблема решена. G-Man's Teleporting Briefcase G-Man один из самых загадочных персонажей у вселенной Half-Life. Он имеет особенности поведения и возможности стоящие за пределами человеческих. Вот уже на протяжении двух десятков лет люди задаются вопросом, что находится внутри кейса G-Man. Были даже теории, что именно благодаря этому устройству G-Man телепортируется в разные точки мира и измерения. На самом деле содержимое этого кейса уже давно известно. В нем лежит пистолет и какие-то документы. Но людей это не останавливает и они продолжают строить различные теории. Собственно, к чему я вообще об этом заговорил. G-Man's Teleporting Briefcase добавляет в Garry's Mod этот самый кейс. Благодаря этому устройству в любой момент можете открыть портал и переместиться в любую точку карты. Делается это не особо удобно, зато выглядит очень даже эффектно. Вы можете телепортироваться как при помощи одного из двух кейсов, так и при помощи рук. Тут уже все зависит от ваших предпочтений. Нажав левую кнопку мыши вы зайдете в портал, а нажав правую выйдете. Быстро телепортироваться в конец карты не получится, но зато пафоса тут хоть и добавляй. G-Buddy Your New Best Friend Вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким? Разъедал ли вас депрессия настолько, что вы не могли ничего делать, мечтая о теплом родственном прикосновении? Вы можете продолжать депрессировать, а можете подавить эти чувства с помощью своего нового друга G-Buddy. G-Buddy это ваш новый виртуальный друг. Он будет проходить с вами страшные карты, всячески вас поддерживать, да и просто разговаривать о всяком разном. Для того, чтобы призвать этого молодого человека, откройте контекстное меню, нажмите на значок G-Buddy и поставьте галочку у графе Enable G-Buddy. Вы можете изменить ему настроение, превратив его, к примеру, в злого токсика. Он будет всячески хамить, подкалывать, да и просто надоедать. В общем, делать это не рекомендуется. Ему можно изменить лицо и звуки. Как это сделать, написано в обсуждениях этого аддона. В целом, конечно, прикольно, но со временем он начинает надоедать. А еще через какое-то время и вовсе пугать. Поддержки русского языка здесь нет, так что могут возникнуть некоторые трудности. Plugs and Sockets Кому-то этот аддон покажется какой-то непонятной ненужной фигней. Другие же назовут его настоящим сокровищем. В голову порой приходят странные идеи, реализовать которые при помощи стандартных инструментов, к сожалению, невозможно. Plugs and Sockets расширяет границы дозволенной и позволяет вам скреплять объекты при помощи вилок и розеток. Нет, электричества в этих розетках нет. Они просто выступают в роли соединителя. Решение странное, но рабочее. Вытащить вилку из розетки можно как при помощи клавиши Е, так и просто выстрелив в нее из оружия. Благодаря этому аддону можно создавать всякие ловушки и прочие интересные приколюхи. Он пригодится как в строительстве, так и во всяких рпшках и войнушках. Поначалу я отнесся к нему как-то скептично. Думал, что стандартных инструментов хватает за глаза. Но поиграв какое-то время, понял, что эта штука и правда очень даже прикольная. Тут все зависит от вас и вашей фантазии. Кстати, пишите в комментарии, как бы вы использовали этот аддон. Spider-Man's Web Крэшу Бандикуту сегодня будет не скучно. У него появилась достойная конкуренция. Вообще, на самом деле, этот аддон вышел уже давно. Но в мае один из модмейкеров решил довести его до ума и добавил руки, анимации и звуки. Да и вообще он вроде как старается поддерживать его работоспособность и выпускает всякие апдейты. Spider-Man's Web превращает вас в Человека-паука, позволяя вам перемещаться по городу на паутине. Стрелять их противников, к сожалению, нельзя, но зато вы можете эпично передвигаться по городу. У аддона есть поддержка Seahands, но нет анимации от третьего лица. Со стороны это будто выглядит так, будто бы вы стреляете из невидимого пистолета белой стороны субстанцией. Так что предупредите своих друзей заранее, иначе они вас не поймут. Для того, чтобы сполна насладиться этим модом, рекомендуется играть на гигантских городских картах с огромным количеством всяких высоток. Только там вы познаете истинную паучью силу. А вообще ждем мод, переносящий все способности Spider-Man'а. Вот с ним-то наша любимая песочница заиграет новыми красками. Такой вот получился видос. Что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте, делитесь этим видео с самими друзьями. Ну а с вами был я, Блок Рейнбоу. Всего вам хорошего, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok